Последние годы с нарастающей энергией, я бы сказала с плохой энергией, начал рассыпаться и социальный мир. Я не к тому, что раньше люди были хорошие, а теперь они стали плохие. Всегда были все. Были мерзавцы, были наглецы, были лгуны, были праведники, все это всегда было. Но были правила, которые вот эти вот отрицательные персонажи, которых я уже назвала, они их сознательно нарушали. Они говорили, на ваши правила нам наплевать. Но то, что раньше вот в эти правила укладывали, теперь вроде никуда не укладывается. Потому что шаги, за которые раньше кидали перчатку и вызывали на дуэль, что мне кажется замечательным занятием, человек должен отвечать за то, что он делает, как он смотрит и что он произносит. Но это давным-давно исчезло, но дуэль как действие исчезла. Но сама линия такая, что нужно вести себя порядочно, не нужно обманывать, не нужно, если мы договорились, то через 5 минут делать наоборот. Вот как бы сама линия держалась. Вот сейчас она рухнула целиком. Никто не верит никому. Фактам верить нельзя, потому что неизвестно факты они или не факты. Я не намекаю на то, что стало банальным и что называется фейк-ньюс, потому что это уже вообще всем известно. Но это касается не только фейк-ньюс и информации из масс-медиа. Это касается вообще всего. Поскольку эти огромные хранилища информации в облаках, там и где хочешь, ну, условно скажем, в интернете, в сети хранится все, то хранится всякое все. И то, что является истинным, и то, что является придуманным. Две минуты назад, но хорошо сказанным. И то, что вчера было истинно, а сегодня уже опровергнуто, но никто не дал себе труда это опровержение опубликовать, так сказать, ну, сказать всем, что были открытия, которые показывают, что стул больше не стул, а арбуз. Там, ну, вот. Так что маленькие дети, уж не говоря о студентах и взрослых людях, ежели чуть какой вопрос появляется, лезут, естественно, в Википедию, и там могут найти как информацию, которая правда, так и информацию с той же степенью вероятности, которая никакого отношения к правде не имеет. Ну, я Википедию привела как крайний пример. И кроме Википедии там масса всего, с чем неизвестно, что делать. Вот это даже нам, ученым, интересно, на самом деле. Потому что, а какие у меня есть ключи верификации истинности или неистинности? Мне скажут, да, но это опубликованная статья. Тоже мне заявление. Сколько журналов, которые должны целиком отправиться в печку, как можно скорее? Исчезла настоящая экспертиза. Но вы мне на это можете сказать, что нет, ну, все-таки не исчезла. Есть мировые журналы международные. Где еще какая идет экспертиза? Согласна. Но у меня есть и другие соображения по этому поводу. А именно, журналы принадлежат определенным школам. Я в данный момент имею в виду уже не бизнес там и такие вот интересы как бы низкого сорта. Одни придерживаются таких идей в науке, а другие придерживаются других идей в науке. И они друг друга считают либо плохими профессионалами, либо чуть ли не жуликами. Статья, которая попала сюда, а написана в парадигме вот этой, будет отвергнута, как идиотская статья или мура. Хотя на самом деле она, это вполне нормальная статья, просто люди стоят на противоположных позициях. Я, собственно, к чему это рассказываю? Мир в этом смысле стал таким пестрым, что нужно иметь довольно много, как сейчас сказали бы, аутсайдерской информации, другой информации, для того, чтобы понять, что ты получаешь. И тут встает совсем плохой вопрос, а именно, а что мы будем правдой считать? Все-таки Куликовская битва была или нет? Но мы же найдем людей, которые скажут, не было ее, все это выдумано. Более того, эти люди будут профессора с хорошим индексом цитирования, и они хорошие, честные ученые. Просто они с другого бока на эту тему смотрят. А что должен делать школьник или студент? Вот как ему быть? Понимаете, если это появляется какой-нибудь там экстрасенс, который им лапшу на уши вешает, то это понятно, как с этим быть. А если это серьезный крупный ученый, он профессор, он даже академик, и у него замечательные труды. А при этом то, что он сейчас пишет, сомнительно. В общем, я не хочу застревать на этой теме, но моя идея, которую я хочу этим сказать, что рухнуло все. Значит, нет доверия к фактам социальным, нарушены все правила игры в политической сфере. Если мы договорились, что вы не будете этого делать, то я подразумеваю, что если мы с вами из одной социальной страты, то эта договоренность какой-то смысл имеет, что так же не может быть. А оказывается, что нет. Что вчера договорились, а сегодня я передумала. И без объявления войны просто нарушаю правила, и все. Примеров этого мы видим сотни, если не тысячи, ежедневно. Примеров этого мы видим.